приветствую вас дорогие мои водолеи с вами опять я татьяна шманова и опять я к вам с прогнозом с новостями что же вас ждет в октябре месяце какие события посмотрим что вам нашепчет аркану может о чем-то предупредить порадует наведет на какую-то мысль ну ладно приступим и так как вы будете ощущать события эти которые будут происходить вокруг вас или с вами в октябре месяце ну троечка чаш да как-то легко будет вам может даже знаете будут появляться ощущения легкомысленности желание с кем-то задружить потусить с кем-то подружиться вот может что-то отпраздновать такие может быть ощущения прекрасно прекрасно идем дальше а что с конфетками десятка жезлов но тут знаете о чем речь идет вообще карта бремени некой тяжести напряжения и это как говорится в роли конфетки здесь больше идет намек на то что у вас появится возможность закончить тяжелые дела дойти до нужной точки скинуть себе бремя и наконец-то стать свободной или свободным от таких вот сложных дел или от каких-то проблем то есть избавление от проблемы хотя конечно здесь идет намек что будет непросто то есть это такая конфетка с горчинкой с горчинкой ну зато зато в результате и вы получите то что хотите не тут знаете как не поработаешь не получишь да вот что-то вот в этом роде намек идет ладно а что у нас за ноской терка час чаш ну в принципе да здесь есть конечно намек на занозу но это больше знаете эмоциональная какая-то составляющая здесь мы не видим каких-то действий каких-то особых событий вполне возможно что в какой-то период может накатывать ну депрессняк не депрессняк но типа апатии тоски разочарование в себе и в ком-то не обязательно это весь месяц вас вот будет так это трясти тем более видите ощущение но как-то почему-то решила предупредить что могут быть в этом периоде вот такие состояния но не стоит особо расстраиваться наоборот нужно сделать так чтобы побыстрее побыстрее избавиться я думаю понятно да то есть тут больше эмоции эмоции которыми мы себя иногда вергаем в пучину так себя накрутим что мама дорогая вот ну бывает бывает ладно события в деловой сфере верховная жрица ну деловая сфера работа бизнес и дела домашние дела хозяйские в общем вот все таком ключе здесь акцент на некие тайны и тайные знания знания серьезные и важные я бы так сказала очень важные тут также идет речь об информации информации ну да в принципе иногда бывает на работе да в том и бизнесе тоже что очень важно быть в курсе чего-то чтобы потом как мешком по голове не прилетело согласны вот здесь вот как раз и дается намек тут нет как таковых тоже действий принципе да здесь больше идет вот такая ментальная составляющая чему-то надо научиться причем серьезно научиться получить такие знания которые вот так от легко не даются да скрыть от кого-то какую-то информацию или наоборот добиться того чтобы если вы почувствуете что от вас что-то скрывает скрывает то добиться этой информации да получить ее постараться получить разобраться в этом чтобы потом как говорится не было мучительно больно не исключено что данная карта для кого-то проиграется появлением в вашем окружении или может быть уже есть некой персоны которая будет за вашей спиной наводить тени на плите такое тоже бывает да сплетни интриги и т.д. и т.п. ну и конечно же конечно же не исключено не исключена такая вероятность у кого-то из вас что на ваши дела будет влиять вот такая теневая персона серый кардинал так называемый ну кто предупрежден как говорится тот это самый вооружен поэтому делайте выводы если у вас есть такая вероятность скажем да то примите меры примите меры ну ладно что у нас с финансами шут еще один старший так а вот здесь конечно сплошная интрига новые источники доходов расходов тут как говорится у кого что не исключено но траты на поездки траты на что-то новое может быть на новый бизнес или вообще на бизнес траты на ваших детей вполне тоже могут быть вот вот что еще тут можно добавить то есть знаете самый главный акцент здесь неожиданность ну невозможно скажем так предусмотреть все учесть все вот оно сваливается и примите как говорится и поздравьте меня вот да как то что то такая может быть знаете еще попадет шея под хвост и захочется шикануть да шикануть безрассудный или легкомысленный шоппинг себе устроить вот так что смотрите будьте внимательны будьте осторожны иначе если на вас вот именно такое состояние нападет то можете очень даже сильно потратиться и опустошить под ноль свой кошелек вот так вот ну ладно тем более знаете еще тут у нас тоже в деловой сфере какие-то непонятки если это какие-то интриги или желание кого-то вас ввести в расходы в какое-то мошенничество в какие-то схемы то да 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 вот здесь конечно карта шут предупреждает будьте осторожны так отношения что у нас здесь туз пентакли ну в принципе вот конечно деловая карта денежная но и не только тут больше речь идет о шансах о возможностях для тех кто свободен шанс познакомиться да обрести как говорится друга подругу вот для тех кто в паре тут каким-то образом будут влиять на ваши отношения финансовые вопросы да финансовые вопросы могут ну за счет того что могут появиться вот кстати вот здесь я уже озвучила могут могут появиться новые расходы новые на что то что раньше вы как говорится даже и не это самое и не думали покупать либо с вашей стороны либо со стороны вашего партнера или партнерши и соответственно этот вопрос станет ребром потому что вы одна или один не можете это сделать то есть вам нужно согласовать получить согласие своей половинки вот поэтому конечно финансовый вопрос может каким-то образом влиять на ваши отношения ну не обязательно в минус ни в коем случае ни в коем случае тут может быть и в плюс тут может идти речь вообще о новых подарках о новых покупках о новых денежных сюрпризах своей половинки так что не надо расстраиваться тем более нет повода видите у нас какие тут ощущения кстати траты могут быть траты могут быть в том числе и легкомысленные потому что троечка чаш она очень легкая она особо не задумывается чё к чему и почему вот захотела и все и пошла и пошла и поехала скажем так ладно спросим совета у оракула жатмини болезнь ну здесь явный намек явный намек беречь свое здоровье если есть какие-то намеки обязательно не пропускать мимо глаз мимо ушей пройти обследование и вообще разобраться откуда как говорится катит это на вас бочка болезненная вот ну и конечно же намек на то что не стоит злоупотреблять вот такими состояниями эмоциональными нужно выныривать по-быстрому из них хотя это конечно сложно понятно вот но тем не менее оракул именно подчеркивает видимо будут какие-то моменты нет не весь месяц естественно ни в коем разе будут какие-то моменты которые вас огорчат и вам захочется пожалеть себя поплакаться и так далее и тому подобное как все плохо как все плохо ой-ой-ой ой-ой-ой вот ну чуть-чуть можно конечно но не увлекаться вообще конечно посмотрите на эту карту я думаю у каждого могут возникнуть свои собственные ассоциации и они будут самые-самые точные и верные ну а я на этом мои лапочки закругляюсь всех благ вам здоровья удачи и до новых встреч и до новых встреч и до новых встреч и до новых встреч